Здравствуй, дружок! Сегодня у нас сказочка под названием «По щучьему велению». Жил-был старик. У него было три сына. Двое умных. Третий – Дурачок и Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке. Знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар. А бабы – невестки. Давай посылать его. Сходи, Емеля, за водой. А он с печки. Неохота. Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут. Ну ладно. Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их. А сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку. «Вот уха будет сладка!» Вдруг щука говорит ему человеческим голосом. «Емеля, отпусти меня в воду. Я тебе пригожусь». А Емеля смеется. «На что ты мне пригодишься?» «Не, понесу тебя домой. Велю невесткам уху сварить. Будет уха сладка!» Щука взмолилась опять. «Емеля, Емеля, отпусти меня в воду. Я тебе сделаю все, что не пожелаешь». «Ладно. Только покажи сначала, что не обманываешь меня. Тогда отпущу». Щука его спрашивает. «Емеля, Емеля, скажи, чего ты сейчас хочешь?» «Хочу, чтоб ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась». Щука ему говорит. «Запомни мои слова. Когда что-то тебе захочется, скажи только. По щучьему веленью, по моему хотенью». Емеля говорит. «По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой». «Только сказал. Ведра сами и пошли в куру». Емеля пустил щуку в прорыв, а сам пошел за ведрами. «Идут ведра по деревне, народ девица, а Емеля идет сзади, посмеивается». «Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь». «Прошло много ли, мало ли времени?» Невестки говорят ему. «Емеля, что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил. Неохота». «Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут». Емеля неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит. «По щучьему веленью, по моему хотенью, пойди топор, наколи дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь». Топор выскочил из-под лавки и на двор. «И давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут». «Много ли, мало ли времени прошло?» Невестки опять говорят. «Емеля, дров у нас больше нет. Съезди в лес да наруби». Айнам с печки. «Да вы-то на что?» «Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить?» «Мне неохота». «Ну, не будет тебе подарков». Делать нечего. Слез Емеля с печи, а Булса оделся, взял веревку и топор. Вышел во двор и сел в сане. «Бабы, отворяйте ворота!» Невестки ему говорят. «Что ж ты, дурин, сел в сане, а лошадь не запряг?» «Не надо мне лошади!» Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку. «По щучьему велению, по моему хотенью, ступайте, сани, в лес». Сани сами и поехали в ворота. Да так быстро! На лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. И тот он много народу помял, подавил. Народ кричит. «Держи его!» «Лови его!» А он, зная, сани погоняет. Приехал в лес. «По щучьему велению, по моему хотенью, топор, наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сане. Сами вяжитесь!» Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сане валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку. Такую, чтоб на силу поднять. «Сел на вуз!» «По щучьему велению, по моему хотенью, поезжайте с сани домой!» Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу. А там его уже дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с вуза, ругают и бьют. Видит он, что плохо дело. И потихоньку, по щучьему велению, по моему хотенью, «Ну-ка, дубинка, обломай им бока!» Дубинка выскочила и «давай колотить!» Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емеляных проделках и посылает за ним офицера. Его найти и привезти во дворец. Приезжает офицер в ту деревню, он входит в ту избу, где Емеля живет, и спрашивает. «Ты дурак Емеля?» А он с печки. «А тебе на что?» «Одевайся скорее, я повезу тебя к царю!» «А мне неохота!» Рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля говорит потихонечку, «По щучьему велению, по моему хотенью, дубинка, обломай ему бока!» Дубинка выскочила и «давай колотить офицера!» На оселу он ноги унес. Царь удивился, что его офицер не смог справиться с Емелей и посылает своего самого на большего вельможу. «Приведи-ка ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму!» Накупил на большего вельможа изюму, черносливу, пряников приехал в ту деревню, пошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля. «Наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь». Вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит, «Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю». «Мне и тут тепло». «Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить, поить. Пожалуйста, поедем. А мне неохота». «Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит шапку и сапоги». Емеля подумал, подумал, да и ответил, «Ну ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду». Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит, «По щучьему велению, по моему хотенью, ну-ка, печь, поезжай к царю». Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю. Царь глядит в окно девицы. «Это что за чудо?» На баиши вельможи ему отвечают, «А это Емеля на печи к тебе едет». Вышел царь на крыльцо. «Что-то, Емеля, на тебя много жалоб. Ты много народу подавил». «А зачем они под сани лезли-то?» В это время в окно на него глядела царская дочь. «Марь царевна». Емеля увидал ее в окошке и говорит потихонечку, по щучьему велению, по моему хотенью, «Пускай царская дочь меня полюбит». И сказал еще, «Ступай, печь, домой». Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу и встала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает. А у царя во дворце крик до слеза. «Марь царевна по Емеле скучает, не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж». Тут царь забедовал. «Затужил», говорит опять вельможа. «Ступай, приведи ко мне Емелю. Живого или мертвого, а то голову с плеч сниму». Накупил вельможа вин сладких да разных закусок. Поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю подчивать. Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. Один храп стоит. А вельможа положил его в повозку и повез к царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марью царевну. Засмолили и бочку в море бросили. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля, видит, темно, тесно. «Где ж это я?» А ему отвечает. «Скучно и тошно, Емелюшка. Нас в бочку засмолили, бросили в синее море». «А ты кто?» «Я Марья царевна», Емеля говорит. «По щелчему велению, по моему хотенью, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок». Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок. Емеля и Марья царевна вышли из нее. «Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую-нибудь наесть избушку. А мне неохота». Тут она стала его еще пуще просить. Он и говорит. «По щучьему велению, по моему хотенью, выстрейся каменный дворец с золотой крышей». Только он сказал. «Появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад. Цветы цветут и птицы поют. Марья царевна с Емелью вошли во дворец, сели у окошечка. Емелюшка, а нельзя ли ли тебе красавчиком стать?» Тот Емеля недолго думал. «По щучьему велению, по моему хотенью, стать мне добрым молодцем, писаным красавцем». И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А в ту пору царь ехал на охоту и видит. Стоит дворец, где раньше ничего не было. «И это что за невежа без моего подозволения на моей земле дворец поставил?» И узнал спросить, кто такие. Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емельям отвечает. «Просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу». Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол, начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надевится. Кто ж ты такой, добрый молодец? А помнишь, дурачка, Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я тот самый Емеля. Захочу, все твое царство пожгу и разорю. Царь сильно испугался, стал прощения просить. Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня. Тут устроили пир на весь мир, Емеля женился на Марье Царевне и стал править царством. На этом сказочке конец, кто дослушал, молодец. Если тебе понравилась данная сказочка, напиши что-нибудь приятное в комментариях и поставь лайк. Тебе наверняка это не сильно сложно, а нам для канала очень полезно. До скорых встреч!